В разных частях России от Камчатки до Южных и Северных регионов приведены пуски крылатых и баллистических ракет. Всё это в рамках проверки системы управления вооружёнными силами. Задействовали соединения ракетных войск стратегического назначения силы двух флотов Северного и Тихоокеанского, Каспийскую флотилию и части дальней авиации. Подробности о том, как всё это было, Тимур Сиразеев. Это уникальные кадры. Камеры установлены в грузовом отсеке ракетоносца Ту-160. Видео снято на высоте 8 тысяч метров при минус 40. При таких температурах аппаратура не всегда работает. Но инженеры смогли найти оригинальное решение. И мы увидим, как происходит пуск крылатой ракеты. Пока же лётчики готовятся к запуску. Первый удар по условному противнику нанесён с Баренцева моря. Моряки подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» получили координаты учебной цели на Камчатском полигоне «Кура». Такая задача и у экипажа подлодки «Подольск» в Охотском море. Экстренное погружение. Баллистические ракеты почти одновременно уходят в небо. К запуску готовятся и моряки малого ракетного корабля «Великий Устюг» — флагмана Каспийской флотилии. Они должны поразить цель новейшей ракетой «Калибр». Совсем недавно её опробовали в реальных боевых условиях. Такими ракетами были уничтожены база террористов в Сирии. Запуск и в этот раз прошёл без боев. «Энгельс» — база дальней авиации. К вылету начали готовиться ранним утром. Техники осматривают стратегический ракетоносец Ту-160, или, как его называют сами лётчики, «Белый лебедь». Размеры впечатляют «Белый лебедь». Грациозен и в то же время воинственен. Такая необычная обтекаемая форма позволяет Ту-160 лететь со скоростью более 2000 км в час, то есть в два раза быстрее скорости звука. Это при том, что он выше трёхэтажного дома, а в длину как половина футбольного поля — 54 метра. Главная особенность — в конструкции крыла самолёт действительно, как птица, может махать крыльями. Вот эта часть неподвижна, а эта часть большая ходит вперёд-назад. Когда самолёт взлетает, крылья максимально расправлены. На сверхзвуковых скоростях они прижаты, словно крылья у птицы. Причём двигаются не только крылья, но и хвостовая часть. Сейчас вы видите, киль повёрнут. «Белый лебедь» на взлётной полосе. Сзади самолёта облако бурого цвета. В топливо добавлен азот, чтобы улучшить работу четырёх двигателей. Мощность каждого — 25 тысяч лошадиных сил. Разгон до 270 км в час и взлёт. Курс на полигон «Пимбой» под Воркутой. Через три часа Ту-160 в заданной точке. Открывается люк грузового отсека и происходит запуск ракеты. Перед запуском турбореактивный двигатель ракеты, который был внутри, встал на своё место. Крылья ракеты открылись уже в полёте. На заданной высоте радиодатчики начинают сканировать поверхность земли. Бортовой компьютер сравнивает полученные данные, заложенные в память цифровой картой. Если информация не совпадает, ракета маневрирует в поисках заданной территории. Она может самостоятельно ускоряться или же наоборот замедляться. Причём ракета способна облетать препятствия, информация о которых есть в памяти компьютера. Запуск ракеты произвели из Ту-160 над полигоном Кура на Камчатке. Когда экипажи вернулись, их встречали сослуживцы и близкие. Для ракетных войск стратегического назначения команда «Пуск» не стала неожиданностью. Боевые расчёты находятся на постоянном дежурстве. Это мобильный комплекс «Тополь». Он способен поразить цель на расстоянии до 11 тысяч километров. Сегодня баллистическая ракета была пущена с космодрома «Плесец». Всеми пусками ракет командовали из Национального центра управления обороны в Москве. Одна из целей учений – проверить надёжность прохождения приказов по всей вертикали. Итоги проверки должны подвести в ближайшие дни. Тимур Сиразиев, Михаил Акинченко, Дмитрий Кочурин, Алексей Бахвалов. Первый канал «Энгельс».